УАЗ решил пройтись по скользкой дорожке автомобилей по подписке, которую для россиян проторила марка Hyundai, а сейчас предлагают также Kia, Genesis и Volvo. В отличие от конкурентов, заиметь УАЗ Патриот получится только на короткий срок, от одного уикенда до одного месяца. Стоимость проката начинается с 10 тысяч рублей. За эти деньги клиент получит топовую версию внедорожника, оснащенную автоматической коробкой передач. Использовать машину можно по своему усмотрению, в том числе для дерзких вылазок на крутое бездорожье. Компании даже пообещали не обращать внимания на мелкие царапины, так что главный минус этой программы в географии. Пока Патриоты раздает в аренду только лишь один московский дилер Ульяновского автозавода. Теперь о традиционных схемах владения автомобилем. Шкода вновь перетрясла содержимое комплектаций своих моделей. Главное нововведение – виртуальная комбинация приборов для лифтбека Рапид, которая стала доступна, начиная со средней комплектации Эмбишн. В перечне опций кроссовера Кодиак появится адаптивная подвеска DCC. В этом случае жесткость амортизаторов зависит от выбранного режима ездовой электроники. Правда, цену этой опции маркетологам еще предстоит установить. У младшего Карока отныне можно выбрать обивку салона. Для всех комплектаций предложены обычная ткань, искусственная замша и комбинированная обшивка. Наконец, Карок и Кодиак обзавелись дополнительным USB-разъемом возле салонного зеркала. В августе на российском рынке появились обновленные внедорожники Toyota Fortuner. Вот только сначала клиентам предложили исключительно бензиновые моторы, а сейчас подоспели хорошо упакованные дизельные версии. Напомним, что после недавней модернизации турбодизель 2.8 стал намного бодрее. Чтобы распробовать темперамент подкачавшегося мотора, придется выложить как минимум 3 миллиона 84 тысячи рублей. К вечно молодому Infiniti QX80 можно подступиться, имея не меньше 6 миллионов рублей. Притом до недавнего рестайлинга, который только освежил интерьер, цены были ниже на четверть миллиона. На центральной консоли теперь присутствует пара сенсорных дисплеев, верхний из которых отвечает за навигацию. За нижним закреплено управление микроклиматом, аудиосистемой и настройками автомобиля. Плюс немного изменился центральный туннель.